Финишный слой миража, секретами старых постировок, движениями круговыми растираем в разные стороны наш финишный слой, придавая таким образом ему фокографию. Заодно и посмотрю, как ему смотрится видео. Все, финиш. Рука, локоть, рук. Никакого мошенничества. Как назвал его античный банк? Да. Они уже знакомы, да, с пластиковым по-вануновским? Да. Вот это мы. Включительно, да. Все. Классик. Результат на лицо. Я вас приветствую. Это какая-то. Ну да, спиной, конечно. Ну да, спиной, конечно. Ну, мне кажется, лучше на спине. Это вообще заслепило. Да. На сегодня очень интересная работа. Называется он античный банк. Они видели уже финиш, ну, когда мы сделали финишное покрытие, да? Ну, когда он был готов. Вот так вот. Сегодня мы приоткрываем вам чипет старых мастеров. Завесный. Видишь, когда он едет? Вот так. Как шпаклевать миражом? Как шпаклевать миражом? Покажем, да, как перламутом будут шпаклевывать стены. Да, главное, чтобы это был добротный мираж. А, так ты скажи, что стены мы украсили, да? Ну, это покрашено. Фоновая подложка. Да. Фасадная краска. Цвет финиш. Ну, не в один в один, но приблизительно. Покрашиваем. И сейчас первым слоем мы как бы и проходим сразу. Покрываем фоновую покраску. И заодно делаем такое небольшое растирание сразу же. Потому что материал имеет свойство прихватываться. Если пропуску, то придется второй раз перетягивать. Да. В общем, круговыми движениями делаем такое растирание хаос. Павелин-маглина называют, да? Да. Как перышки. Да. Ну, сейчас я посмотрю, может, будет видно то, что у нас получилось. Покрашиваем. Вот здесь, да. Сейчас попробую. Вот так. Передать. Может быть, под этим можно. Ну, вот там лучше видно. Вот как используется. Я, может быть, да. Ближе подойду. Сейчас отключу. Немного. Нарядки. А, что я буду. Я сейчас попробую на зуме подойдем к тебе приблизиться. Ну, там, конечно, теряется качество. Ну, хотя бы они в виде движения. Как ты так профессионально держишь шпаты. А, тут уже еще полфокус у нас. Полфокус у нас. Фира у нас, да? Да. Тоже впадина. Фокус такой. То есть, как это делается на впадине? Шпаты нельзя держать вот так. Только так. И круговыми движениями. С такими подходами, как мы называем. Ну да, чтобы несколько подходов, да? Да. Вот здесь нанесли буквально минут пять назад. Здесь уже готово. А вот здесь минут пять назад нанесено. Да, вот этот готовый аптечник. Здесь минут пять назад было нанесено первый слой. Сейчас к нему опять такой уже подходит. И уже рисуночек проявляется. Потом еще будет третий подход. Итого всего три раза к нему подходим. Ну и за счет того, что материал, да, под разным углом, то он бликует, да, то получает вот этот эффект мокрового шелка. Или же если на ощупь, вы не можете потрогать, но поверьте на слово, на ощупь вроде бы велюр. 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 Да. Для Олега это велюр. Для меня, да. Ну шелк. Какая разница. Не, ну можно, да. Но больше он похож на кожу дельфина, да? То есть такая хорошо вычинена. Совсем, да. Потом еще такая хорошая. Все случилось. Для этого упражнения необходимо, чтобы у вас были сильные плечи. Потому что... Одно из условий. Одно из условий, да. Вот это получается. Вот педа свой, да? Потом второй раз подошел. А потом второй, это финиш. А третий? Получается. Не видим, да? Не в фактуре, только перелив. Только перелив. Да. Перелив. Это сейчас еще. Да. И на второй. Ну а что поделаешь? Как я беру вам чат? А это что у нас? Второй. Это мы второй раз подходим, идем вниз. То есть вторым подходом мы достигаем, что мы убираем вот эти расплывы. Это расплыв. Вот если видно будет, то получится вот такая вот текстура. То есть с каждым подходом мы уменьшаем круг движения рукой. И фактурка все меньше и мельче. И фактурка все мельче и мельче, и материал все глаже и глаже. Вот задача трех подходов. На третьем слое мы покажем фокус. Да. Секрет старых мастеров. Да. Не переключайтесь. Не переключайтесь. Не переключайтесь в этой слое. Да. Олежка, можешь как-нибудь? Третий слой. Заканчиваем. Растирать до практически гладкой поверхности. Заодно придаем ему эффект перелива. Да. Ты скажешь, что это перламутровая краска, да? Любой перламутровый. Перламутровая краска. На основе перламутра, точнее. Да. Да. На слое перламутра различные названия в различных филах. Секрет старых мастеров до античного бархата, да? Вот то, что говорили в продолжении следует. Мочалочка мокрая. Да. Получается, что отдаёт для этот фокус? Намочил шпатлет. Как говорится, смягчаем поверхность, которая уже присохнет и липнет. Вот. То есть, если бы мы не смотищили, то... Шпатлет будет при... Да. И мы бы его сорвали. Мы бы его сорвали напрочь. А так скользит, только начинает липнуть, сразу опять подмочили. И так продолжаем, вот пока оно гладенькое, гладенькое не будет. Так, что ещё можно сказать? Погонный метод. Или как это говорит? Канал погонный. Радио по каналу. Да. Мы вернёмся после короткой рекламной эпохи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова